Так, всем привет. Смотрим, продолжаем лигу. Сетка лозеров. Играет босс, организатор лиги, и лагал. Ну, у босса у нас есть Михуил. Люблю мишек. Так, и у лагала тоже мишка. Но у него есть еще Акалит, и он не хочет, видимо, много медведей делать. Хочет как-то замаскировать на втором левеле апнета Акалита, и поставит там двойной отвод, наверное. И вроде бы должен быть, кстати, хороший деф. Акалит хорошо себя показывает на второй волне. Ну, а босс пойдет по стандартному раскладу через два мишки, видимо. Ну, и, кстати, такая постройка, возможно, слегка замаскирует медведя. Потому что если смотреть на цифры, то получается, что у Андрея тут как бы еще и по два что-то умирало. Ну, сейчас Акалит умер, и ритм пришел в стандартное русло. Ну, короче, все равно, да, тут запутать можно и так. Ну, сейчас по скорости атаки все равно понятно, что медведь. Так, босс не кидает. Возможно, как раз-таки он прочитал медведя, возможно, и хочет на третий кинуть, потому что мишки там не всегда ваншотят под урсой. И без отвода их можно пробить, в общем-то. Так. Андрей ставит одинарный. Вот я думал, что двойной как раз-таки будет делать, чтобы Увсу подольше задержать. Но выбирает он вариант в мид доставлять неапнутого Акалита. Ну, и на третий он его улучшит. Ну, может, еще какой-нибудь. Есть у него вариант Т4, да, поставить. Или еще нахимичить какую-нибудь дичь. Так. Ну, кидает сам Андрей Урсу и Арчу. Медведи без отвода. И это будет лик, потому что фокус неприятный. Неприятно пошел в одного мишку, и лик будет, ну, такой, типа, для медведей не совсем приятный лик. Ну, да, в районе 9-7 лягушек. Ну, вроде немного, но на первых лвлах, типа, там каждые копеечки считаешь. Так что... Неприятно, короче, неприятно. Сто процентов баунти. Андрей сделал еще и спа, видимо. А, и вообще он еще ламбердаш делает. Единицу. Он, наверное, отменит. Сейчас, когда деф закончится, он посмотрит, если не будет хватать. Ну, надо отменит. Отменяй. Блин, он сделал 4-1 и ему ни на хуй не хватает. А, не понял. Что-то, нехуй, не понял. Что он продал? Ну, что-то убрал. Может, он что-то поставил и продал? Ну, ладно, пофиг. Ну, короче, он опнул второго этого колита. И одинарный отвод у него. Ну, довольно борзо, короче. Он сидит. 4-1 на 3-й. Идет орк и орча. Ну, здесь надо стакать его. И должен он убить его. Убивает. Ну, и фокус здесь чисто водного медведя. Это неприятно. Должен быть лик. Лик 2 колита. Там с оставшимися скорпионами плохо разбираются. Ну, да. Существенный такой лик получается. 15 скорпов. По 60-70%. Да, нормально фиданул Андрей. Ну, я полагаю, что у него в целом здесь задумка разгонять игру. Ну, то, что у него пик в данный момент такой неидеальный. И он стремится как раз к такой игре, мне кажется, чтобы разгонять инком, разгонять ломбер. Чтобы в миггейме постабильнее чувствовать себя даже на каких-то говнопиках. Так, присылает на 4. Чего-то он будет добавлять. Еще одного ревенанта. Сколько он? Да, на 60. Даже на 77 голды фида. Плохо. Так. У него на мишку хватило еще. На замедляющего медведя. На полярника. Так, а здесь. Ну, босс тоже, типа, подрасслабился. Увидел фид на третьей волне и решил себе 6-1 зарядить. И медведя он решил не апать на 4. Ну, и сейчас он за это поплатится. Есть у него тоже, кстати, полярник. Который, как по мне, не особо здесь должен помогать. Так, это просто лишнее хп, по сути, здесь. Лик должен быть большой. Ну, а уж, су, убили. А с апнутым медведем он бы здесь все дефнул. Стоило лишь на одного вес поменьше посидеть. Или типа того. Ну, или 4-1. Да, не суть, в принципе. 4-1 неплохо. Все равно. Зато дальше у вас все хорошо будет. Ну. Короче, походу зря начал записывать. Хотя всегда можно не выложить. Если катка будет скучной. Ну, они тут слекают каждую волну. Это уже серьезные предпосылки к тому, что катка пойдет на 20+. Там и вообще что-то на 31 уедет. Ну, босс не шлет. Кидает на 5. Андрей сделал 6-2. То есть гризли он опыта не собирается. Только на 7, наверное. Или на 6. Так. У Андрея горелка. У него есть капитан. Может он так, погодите. Капитан. Капитан. А, нет. Он, ну, в смысле, это может быть один пик. А, ну да. Это один пик. Ну, капитан неплохо смотрится. Ну, хатвот тройной типа сильный для 5-й волны. Рунжовый. Так. Босс вот типа апает к 5-й волне. Опять этого же. Гризлю. Что можно было сделать на 4. 5-й волны. Так, 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 так. Ну, тут, полагаю, надежда на замедло и на разорчиков. Ну, что-то прямо тут он всю пачку стакнул. А инком у него ушел вот-вот. Не знаю, насколько это правильно. И вообще задумывалось, если так. Ну, будет лик. Опять же. Небольшой, но будет. Андрей уже делает 6-3. Может сделать даже 7-3. И таким же образом дефать 6-ю волну. Ну, получается, лик сейчас ему на руку. Он уже 6-3. А босс пока еще только заказывает двойку. И не факт, что босс будет делать 7-3. Андрею вроде можно. Что ему надо? Медведи апнуть надо на 7. У него карелка. И он шлет на... Что? На 6. Не очень понятно. Видимо, мишку он не прочитал. Да, что-то непонятно. Либо просто на инком, либо, не знаю, ну, скорее всего, не прочитал, получается. Думаю, может быть, что мудмен какой-то, который плох везде. А нет, босс делает 7-3 тоже. Ну, тут у них с обоедным фидом получаются такие большие инкомы и прям расклад, что два мишки, да еще и достройка, тут вообще не могли по 7-4 даже делать и в два голых медведя на 7 сидеть. Другой вопрос, что делать на 8 с таким раскладом. Так, ну, босс этому сейчас рад. Он может на... А, он же видел горелку. Ну, они на 8 скорее всего будут размениваться. Видим реген у босса в единицу вкачан и у логал в единицу. То есть, они будут на 8 слать. Ну, как по мне, здесь нужно апнуть кинога немного. Тут хотя бы три атаки сделать и кидать на 8. То есть, там прямо от микро засылов в принципе потечет, потекут медведи. вот, а кинг будет сильно очень решать. Там не столько даже размер засылов будет роль играть. Так, у логалы есть лорд. Круто. Он в общем решил на медведя тупо забайтить. но здесь босс интересно решил поступить. Он на 7 левел бросает инк и сам строит луну против 8 волны опять же. Так, вот у него минеры. Ой, понятно. Ну, таким пиком мне кажется, Андрей может 7 не дефнуть без медведя апнутого. Хотя уже деф хороший. Ну, и он не особо беспокоится, мне кажется. Что он делает? 7 4 делает? И он кидает на 8. А, у него 2 атаки уже есть, понял. А, вопрос, что он будет ставить на 8. Видимо, капитана еще одного и все. Ну, это прямо очень это самое дерзкое. 7 4 перед 8 делать на таком пике. Ну, как бы были бы у него там, например, голые лорды, то есть стопудовый деф 8, тогда ладно. А у него там прям такая окрошка. Гибрид, короче, полный юнитов. Можно магнуса апнуть, если он продаст отвод. Хотя его вроде бы и на 10 надо, да, то мишку оставлять, чтобы он башил, но нет, Андрей решает все-таки всю голду вложить. Просто был вариант еще капитана добавить, например, ну. Так, кидает, короче, Андрей на 8. Босс качает короля. Есть у него две луны. Вандерр. К десятке, видимо, он его апнет в минус румор. Ну. Не знаю насчет хила, но лик будет определенно. Так. и убьют ли у нас товарища командора. Так, что там у Андрея? У Андрея тоже лик будет, походу. Небольшой. Здесь 18 с командором. Ну, надо качать, да. Там залитые такты есть, но мне кажется, все равно можно хил потерять. Хотя уже четыре хп-шки есть. здесь восемь лик, но, наверное, на ламбер хватило, да. Это существенный плюс, потому что получается, что босс вынужден тратить сейчас лес на то, чтобы качать короля. И, соответственно, по экономике он замедляется. ламбер будет делать только после волны, когда ему там накапают. а, ну вот, сейчас вот он начал копить уже. Все, заказал семь четыре. Ну, видит, что уже деф и начал копить. Так, у Андрея тут три атаки. Ну, думаю, семь шесть он не будет делать, хотя сколько сейчас ему капнет, смотря. Если ему капнет на семь шесть, я думаю с околитами он может себе позволить сделать семь шесть. Да. И, допустим, на десятку он либо апает Ходеса, либо апает Медведя и добавлят Капитана. Ну, там много всяких раскладов у него. Можно этого полярника неапнутого поставить. прикольный короче вариант у него тут получился сильный пик. Ну, и разыграл в общем-то нормально. Разогнал такую длинную короче затяжную катку разогнал, что ему на руку показалось с его пиком. Так, босс будет минеров тут сейвить и, скорее всего, он их спрячет. Ну, продаст там после десятой. Так, Андрей еще кидает на десять, чтобы прям стопудово ему там хватило на этого лорда, видимо. Или не знаю, на что он копит. Ну, просто реализует в общем свой ломбер высокий. Босс пропускает девятую волну. Странно. А, у него же там один мишка, две луны, что-то такое. короче, этими лунами он там накосячил на себе по сути. Ну, то есть, лунные довольно херовые. А, у босса тоже горелка. Вот, лунные довольно херовые, не то, и понятно, что типа строил их чисто ради восьмой волны, чтобы там лучше дефнуть, но в дальнейшем вот они ему на девятой волне аукнулись ликом. Так, минус армор, ну и медведя, наверное, надо апать второго, да. Ставить АГ. Босс тоже закидывает. Так, что Андрей Андрей уже качает короля. он спел кинуть и короля качает. Хватает ему на Ходеса. Он его с радостью апает. Еще даже голда есть. То есть если он сейчас прямо убьет всех боссов, то ему даже на 7-7 хватит. Так. Ну тут вроде как этого можно да, стакнуть. Здесь тоже этого можно. Ну и какие-то тут переагры почти. Так, сильный тут походу перед. Вот нет силей. Второго босса как-то надо было стакнуть там. Так, ну босс дефает с мини с армором. Это попроще. Вот Андрей пускает два босса. Да, из-за того, что у него вот там такие небольшие крысички произошли. Там переагр был и Ходес вступил некоторое время с собаками. Так, у него король там есть. Вроде должен сохранить хил. тут идет засыл на арену. Ну, видим, что тут уже почти по 150 инкома до арены и там суровая короче игра будет дальше. Хватает лагалу на 7 8 но он не будет делать 7 8 она по это гризли чтобы был хороший вал и чтобы он мог арену забрать. Ну, типа с Ходесом наверное логично так думать, что арена скорее всего твоя будет. А вот босс непонятно. А, он тоже решает, что надо достроиться. и тоже остается 7 7 решил 7 8 не делать. Ну, по идее, лагал должен забрать, хотя у него тут собаку били. И а, минус армор похоже, все-таки порешал и два гризли, они там растоптали, все. Прикольно. Неожиданно, точнее. Обычно с Ходесом практически всегда арена в кармане должна быть, но нет. Не в этот раз. Два регена есть у. Так, погодите. Два ли? Ну да, два. Ну и Андрей сейчас будет качать короля под двенадцатую волну. Что там у босса? Босс копит. Есть у него вампиризм. Оба 7-7. Хилы на месте. У обоих горелка. У Андрея пик уже как бы налейт, если он наштопает Ходесов. Ну и вообще хороший пик, в общем-то. Можно подумать о 16-й волне, например. Потому что тут и гризли, и замедление есть. И то, что горелка на кинге. Так что, ну, либо 13 вообще, либо 16. Возможно 18 или 19. Что-то такое. Не знаю, как будет разыгрывать лагал. посмотрим. Так. Босс кидает на 12, но видимо он кидает ну, да, он тоже типа боится 12-й, он апнул короля. и кинул там на остатки типа мелочь, потому что она пробьет в итоге все равно. Аллагал сделал себе ламбер. Ну, видимо, по логике такое, что он все равно пропустит. И что бы не сделать ламбер раньше. ему там все равно ни на что не хватит. Ну, можно было капитана апнуть, конечно, но он тут мало что делает. засыл маленький, поэтому тут для Андрея получилось очень выгодно, то, что ему и засыл по сути не пришел, то есть вообще копейки какие-то пришли, лик будет, но прям вообще тут мизерный, и он сидит с большим ламбером и копит. Пока что не совсем понятно куда он копит. Может быть все банально и он кинет 17-й просто овер много, но это не совсем логично было бы против пика босса. плюс ему самому надо еще думать о том, что соперник типа хочет делать с его пиком. Вообще засыл в локала смотрится неплохо. Вот поэтому мне кажется все-таки надо 16-й какой-то давать. но 16-й можно например отдефать там с такими со средними потерями скажем так и например накопить на 19-й. На 19-м ХДСы страдают. Андрей кстати выше 7-8 не хочет ехать. Хочет иметь стабильный вал. так босс начал делать мутантов апнул вампиризм для трех линитов. миленько миленько ну или там не на чем было тратить просто ну мне кажется такой танковки слишком мало для мутантов ну тупо два медведя и замедление что это надо наверное хотя бы еще одно замедло ставить. Так а босс кстати делает 7-9 кидают на 14 о понятно он хочет ехать как бы в 31 плюс уже сейчас Андрей засыл увидит и ламбер закажет а уже уже сделал тоже 7-9 интересно вот он ставит себе второе замедло грязлятина вторая против 14 видимо засыл как бы на инг наверное по большей части вряд ли засыл такого размера способен пробить прям там серьезно так штук 5 если пройдет и то хорошо будет ну тут вообще деф будет так ну да делается ламбер босс тоже делает ламбер хотя непонятно почему не ну типа то что инг поднял и на этом и играет то что инг у него больше можно ламбер сделать но ему по идее надо сейчас какой-то волны все-таки бояться а ну он даже 15 боится накуривает прямо сейчас что у него с королем ну короля пока не трогает так Андрей прям тут решил на все захерачить себе ламбер не построил все 7 12 уже так так босс 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 ну да босс короче пошел короля качать ясно понятно ну и получается для Андрея здесь свободное поляно действий абсолютно копи куда хочешь ну и в принципе это логично то что босс кидал что он там на 12 он чуть-чуть кидал на 14 он кинул ну и что ему еще делать типа понятно что он вот короля качать не будет же он с голым кингом кидать куда-то там много потому что типа логал то копит и он кинет много если будет размен то даже с очень хорошим валом от большого засыла можно отлететь легко поэтому самое наверное логичное что может сделать босс сейчас это апать короля и это очень читаемое действие в большинстве игр и на этом можно обузить ломбер рано и выбирать куда тебе слать много ну блин не знаю мне кажется что Андрей не будет слать на 17 не знаю показывал ли босс мутантов ну сейчас вообще такая типа мета что практически всегда 17 дефают либо валом либо кингом ну короче что игра там не заканчивается это только какие-то уникальные случаи когда либо кто-то без короля там в размен идет или либо там без пиков оба в размен что-то такое ну да Андрей выбирает вариант не слать на 17 а сделать еще ламбер и копить дальше куда-то так а у босса видим в кармане вообще ничего нет ну леса он продолжает качать короля уже показал что он аппет хп и лагал может здесь расслабиться расслабиться он может ну хотя если речь идет о 19 волне то босс еще может успеть накопить минималку какую-то 7-10 и иметь короля при этом так ну лагал тут практически 4000 уже и но мне кажется что он будет 19 слать типа супер надежная такая волна если туда прям тонну заслать то там сложно обдеваться с хилом даже 4000 а может быть и но хотя там с горелкой этот 18 левел вроде бы более-менее дефуется а босс продолжает делать мутантов и накуривает их тут по кд ну короче говоря он везде страдает что 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 18 что 19 поэтому мне кажется куда не кинь Андрей везде будет печально для босса но на 19 пойдет да видимо раз сейчас не кидает и там кстати будет просто огромнейший засыл в районе 6000 и я думаю что это босс не переживет никак ему нужно сидеть 7-10 ну то есть ломбер нельзя уже повышать он должен сидеть так и вот он короче только сейчас походу понимает что ему на 19 будут слать очень много а у него пик уже ну то есть очень много вала в таком пике который не деф не деф нет 19 и он понимает что надо слать в размен ну да тут пит лорд который тоже не деф нет ни хера ну хотя бы некор ну вряд ли он будет строить некров апнутых суммонов ну блин он тут еще накуривает показания такое ну понятно он боится каждой волны короче печалька для босса тут 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 ну тут все просто просто андрей продолжает потихоньку делать хадесов так кидает ага на 19 все правильно кидает с големом не знаю насколько это верно может быть лучше новый кряк не кидать не кидать хотя мне кажется здесь просто пик слишком херовый против 19 и босса сломают не важно даже что кидать големов не големов да засыл там близкий к 6000 даже наверное побольше выйдет так ну что босс ты будешь слать или нет накуривает а у него король то ведь не фуловый но он сейчас будет да а он кинул да он кидает в размен демона тупо но демона мало здесь будет тут все таки король есть тут неебический засыл да много здесь много очень много ну босс наверное будет надеяться что за счет вала он будет дольше жить и за счет короля еще как-то переживет но мне кажется нет здесь критическая масса засыла должна сыграть свою роль так что он у Андрея блять Андрея что-то разъебало надо качать Андрей тут умереть может ха а босс как-то дефает у него всего 4 паука пропуск инком все-таки муты и вал сыграли свою роль и босс то здесь получается не умрет здесь уже Андрей может умереть получается я несколько удивлен сложившейся ситуации так хил так что там у босса но он еще даже хил не потратил и не факт что потратить так ну че лагал выживет и босс че че босс босс сохраняет хил и дефет на удивление отлично ну разница в инкомах здесь конечно но че у босс этот вэйли больше как бы от этого все и идет прошу прощения прошу прощения ему даже ну да ему даже к 20-й ее по сути достраиваться не особо надо потому что и так вал серьезный так что у Андрея Андрей делает ломберт дальше ну получается что надо Андрею дальше слать пока Д потому что он по валу отстает еще типа увеличивать вот этот вот разрыв по инкому надо 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 так так собаки загрызут загрызут 715 делается будет ли босс делать 715 ну так то он может что нет нет так вот уже тут восс подкидывает на аренку Андрей застраивается застраивается тут у него 6700 грубо говоря валим а у босса 7 7300 7300 где-то 70 да ну так то разница не особо большая конкретно сейчас по валу там будут считайте у Андрея это первый пик а у босса сколько там у него уже ну короче пару роллов он допустим делал и на роллы короче будет голда уходить и у Андрея тоже ну кому что заедет в общем ну 31 да походу 31 они убьют его что ли да у них время жизни катит а смотрите вот они сейчас бегут и они сейчас умрут и че будет че будет не сломается ЛТД нет не сломалось нихуя себе никогда не видел просто такого ну типа ты вроде выиграл а потом у тебя умерли юницы и как бы там в формулах то у них короче видимо нормально продуман этот момент так сколько тут раз два три четыре пять шесть ну и вот это семь ну мне кажется вполне достаточно десов много их не надо они все равно там выбегают блять и все войско у Андрея и так наземное надо ему уже что-то искать другое так босс начинает копилики и вот я не знаю есть ли в этом смысл но он выбил хил конечно может быть от этого можно здесь играть так лагалап от короля видимо решил таким макаром застраховаться от всяких двадцать восьмых волн ну там не только двадцать восемь двадцать семь там вдруг ему кинет босс куда-нибудь захочет копить а у него как бы инкомбл это уже шесть соток плюс и в принципе пофиг ему там и вал будет очень высокий так ну тут пока питоф делает босс ауру у него нихуя нет есть вампиризм по прежнему для трех линитов ну то есть пятые будут потом драконы так что вампиризм для трех линитов так и выходит чё сейчас логал будет копить ну в смысле голду ставит наверное будет там заштопает т6 какой-нибудь если если он типа такой себе ну уронит посмотрит что там лучше или хуже и выберет оставить постройку или продать линитов ну что босс босс есть у него 3000 я вот хочу все вал сравнить сколько вот а ну вот все фул вал получается у босса 9к грубо говоря а у логала а у него тоже 9к ну короче вот все у них вот сейчас одинаковый вал и получается что к 31 у логала будет вал больше ну там где-то на 2000 с учетом с учетом реролов мне кажется где-то на 2000 будет впереди Андрей ну и пятый кстати хороший вариант защита 27 ну и вообще то что воздух вообще сочетание клевое хадес и эти петворды и еще появилась хилка 31 конечно вандерфульная аура так блять куда босс копить заебал может он 28 копит ну думают что ну раз хила нет можно убить там может быть кстати тут аппаратики еще есть вот так а здесь нет крыло такое почти 5000 5000 ну где-то восьмеры там около 9 и к 28 у него будет тут же вот смотрите отрыв потихоньку начинается отрыв 400 ну тут есть 10 еще голды лежит у него ну короче 200 голды вот потихоньку вот так вот эти вот разница в 200 инкома и будет работать за каждый левел так вот по чуть-чуть плюс 200 плюс 200 и накопится у него вот так вот 2000 так лектор зашел неужели они сейчас играть будут на все равно наверно этих ребят буду смотреть тут поинтереснее по идее ой чё босс выбрал такой типа нейтральный вариант кинуть на волну где типа у него есть надежды пробить или убить я не знаю на чё там 50 надежды но то что он еще успевает потом накопить на этот на 31 ну да такой неплохой вариант неплохой да нет омагэ 4 банана зачем вику играть надо пойти в в доту поиграть или что это там омагэ разновидность доты по-моему хотя там вроде кипер сидит на канале блять и в конфе орал блять где лекция не хочет человек играть что поделать так 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 ну вообще так типа выглядит так как будто дохуя засыл и и голые ходесы тут без всего они по идее страдают гулять чё-то 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 неужели разъебет шутка что ли блять да это пизда нихуя себе вот это шок контент так это гг это гг да хадесы то страдают на 25 да но тут повезло то что пик не нашелся то есть нет магии нет ауру вообще нихуя нет ну тут тупо т6 юнит и все больше ничего нет так что это гг и босс выходит вперед удивительная победа я бы сказал прикольно мне понравилось что это вообще не понравилось а а а и а а и и и и и и и